В эфире канал «Россия. Итоговая информационная программа событий недели» в студии Ашамес Пхешхов. Доброе утро. На этой неделе в Москве глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов встретился с министром спорта и физической культуры России Олегом Матицыным. Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в развитии физической культуры и спорта в республике. Рашид Тимрезов поблагодарил министра за всестороннюю поддержку и рассказал, что за последние 10 лет в Карачаево-Черкесии построено свыше 120 спортобъектов. Вместе с тем уже в декабре в Карачаевске стартуют работы по строительству первого в регионе Ледового дворца. В следующем году откроется новый ФОК в селе Чапаевском. Начнется также строительство ФОКов в Зленчукске, Сарытюзе, Учкулане, реконструкция стадиона Саулук в Карачаевске и строительство многофункциональных площадок в Ударном и Даусузе. Кроме того, планируется возвести спортобъекты в Кардоникской, Новой Джигуте, Курджиново, Терезе, Эльбургане и Карачаевске. Олег Матицын в свою очередь выразил готовность оказать поддержку в реализации мероприятий, направленных на развитие социальной инфраструктуры в регионе. На этой неделе прошла 32-я сессия Народного собрания республики. Под председательством спикера парламента Александра Иванова в режиме аудиоконференц-связи парламентарии рассмотрели более 20 вопросов. Рассмотрен и принят в первом чтении проект закона Карачаева-Черкесии о республиканском бюджете на 2022 год. Также о мерах социальной поддержки многодетной семьи и семей, в которой один или оба родителя являются инвалидами. Закон о некоторых вопросах, связанных с реализацией в республике отдельных положений Лесного кодекса Российской Федерации. Проект закона разработан по поручению главы Рашида Тимрезова, а также в связи с изменениями федерального законодательства. Суть изменений в том, что с 1 января 2022 года многодетным семьям, получившим бесплатный земельный участок, будет однократно выделяться на строительство жилых домов до 20 кубометров древесины в круглом виде. Внесены изменения в закон Карачаева-Черкесии об Общественной палате республики. Ее членам запретили иметь гражданство иностранного государства. Рассмотрен и одобрен вопрос о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В Общественной палате Карачаева-Черкесии обсудили готовность сферы ЖКХ республики к работе в осенне-зимний период. В течение всего подготовительного периода комиссия Общественной палаты мониторила ситуацию. Какие выводы сделаны, расскажет Мурат Джанкезов. Комиссия по экологии, строительству ЖКХ и дорогам Общественной палаты мониторила ситуацию в течение всего подготовительного периода. Члены комиссии отметили, что проведенная работа органами исполнительной власти, ресурсоснабжающими организациями и предприятиями ЖКХ дала определенные положительные результаты. В этом году у нас похолодало рано. Прям необычный был холодный сентябрь и начало октября. Спасибо большое, что отопительный сезон начался раньше в детских образовательных учреждениях и медицинских учреждениях, что об этом позаботилась исполнительная власть. На это обратили внимание. Запланированные мероприятия по подготовке хозяйственного комплекса республики завершены в полном объеме. Всем теплоснабжающим организациям выданы паспорта готовности. Отопительный сезон начат повсеместно с 27 сентября. Из существенных сбоев подачи тепла отмечено не было. Хотел бы отметить с положительной стороны у нас по информации, по той работе, которую провели по районам. Неплохие результаты у нас по подготовке зимы Урупский район. Неплохие результаты Ужиутинский район. Ну, совсем уж, да, в городе Черкесске, столице нашей республики, основной объем жилищного фонда, все мы понимаем. Ну, здесь работает 20 управляющих организаций, об этом я же говорил. Здесь, в основном, жалобы отсюда идут. Представители управляющих компаний отчитались о подготовке к осенне-зимнему периоду. Работа идет полным ходом, без нарушений. Жалобы и вопросы стараются решать по мере поступления. Идет активная работа с населением. Проводятся однозначно меры по подготовке, потому что без них, конечно, мы провалим отопительный сезон. Делаются и промывка, и опрессовка, при том присутствии энергоснабжающих предприятий, которые где-то есть у нас и видеосъемки они проводят, и фото, видео, и все остальное. Готовятся паспорта и, как бы, стараемся вовремя. Я считаю, что необходимо, естественно, взаимодействие, необходимо повышать уровень, ну, обслуживание домов и поставку, конечно, теплоносителя нормировано. Но у нас происходит это, мы стараемся, во всяком случае, соблюдать все нормы. Разрабатываются у нас температурные графики работы котельных, которые, естественно, соблюдаются, и мы не можем там нарушать их. Поэтому я считаю, что работа в целом, если сказать о ресурсоснабжающей организации управляющих компаний, работа в целом ведется. Члены общественной палаты выступили с инициативой создать в республике ассоциацию управляющих компаний для того, чтобы создать качественную конкурентную среду в отрасли управления домами. Мурат Шенькёсов, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия. В Зеленчукском районе завершились работы по рекультивации свалки твердых бытовых отходов. Более 30 лет она окопила в себе мусорные запасы жизнедеятельности станицы Зеленчукской, которая расположилась всего лишь на расстоянии двух километров. О кардинальном преображении огромной мусорной точки в засеянное поле расскажет Фатима Давурова. В 2020 году Министерством природных ресурсов и экологии Карачаева-Черкесии была направлена заявка на включение в федеральную программу «Чистая страна» проект на рекультивацию свалки в окрестностях станицы Зеленчукской. Работы начались в марте этого года и завершились с опережением утвержденного графика. Здесь ситуация, конечно, была плачевная, очень много было, небольшая свалка твердых бытовых отходов, работа, конечно, масштабная была проведена, поэтому мы с районом непосредственно уже договорились, чтобы они взяли на особый контроль эту территорию. Безусловно, это очень эффективное мероприятие, потому что оно направлено на предотвращение негативного воздействия на окружающую среду, на атмосферный воздух, на качество жизни граждан, которые проживают на этой территории. Была проделана большая работа по консервации свалки с соблюдением всех технических требований и учетом географического рельефа местности. Чтобы нейтрализовать негативное воздействие отходов на окружающую среду, сформированное тело свалки закрыли изолирующими слоями. Сначала геотекстиль, затем 30-сантиметровый слой песчано-гравийной смеси и 20 сантиметров песка. И все это укрыли геомембраной, которая будет предотвращать попадание влаги. 75 тысяч кубометров отходов оказались под надежным колпаком. Чтобы сточных вод не было, чтобы что-то не попадало в реки, именно сделаны для фильтрата специальные трубы с отверстиями. И внизу у нас поставлена бочка на печатку. Если какой-то фильтрат какой-то будет с волки выходить, это все будет идти только в бочку. И никуда на улицу, в речке она не пойдет. Так что жители Зеленцевского района могут дышать спокойно. Куда девается дефикат, который вы собираетесь? Дефикат это уже есть служба, которая вызывается управлением администрации, для того, чтобы ввести за ней контроль. Вот то, что он собрался, этот дефикат, его надо в ассанизационную машину и, соответственно, отвезти или на поля фильтрации, или специально на чистные сооружения, которые эти стоки может очистить и утилизировать. Со стороны балки возвели укрепительное сооружение. Стена из габиона высотой 7 метров и шириной в метр. Она будет препятствовать сползанию массива. А наверху уже вовсю идет биологический процесс. Засеивают поле, которое когда-то было горой мусора. И только местная стая беспризорных собак теперь носится по полю и привыкает к новым запахам взамен тем, что их сюда когда-то привлекали. Фатима Дорова, Руслан Харченко, Вести, Карачаево-Черкесия, Зеленчукский район. Прямо сейчас реклама, а позже мы продолжим выпуск. Актовая база «Жасмин Тексиль» предлагает в широком ассортименте приданное для невест. Постельные принадлежности, одежда, диванте, полотенца и многое другое. Приглашаем розничные магазины для сотрудничества. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. Действуют новогодние скидки при покупке до 100 тысяч рублей. 10%? Более 100 тысяч – 15. Наличные и безналичные расчеты, а также кредит. Черкесск, улица Октябрьская, 321-Б. Телефон 8-938-030-3050. Инстаграм «Жасмин Элит Текстиль 09». Существует множество способов сделать предложение. Но главное, что вы решились. 585 «Золотой» – тысячи причин услышать «Да». Радио Россия расширила свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны – радио России. Настраивайте радио России Карачаево-Черкесия на чистоту в своих населенных пунктах. В Министерстве по делам молодежи по Карачаево-Черкесии прошло совместное совещание с Управлением Государственной службы занятости населения республики, в ходе которого обсуждались вопросы содействия в трудоустройстве и успешной реализации профессиональной деятельности молодого поколения. Об итогах совещания расскажет Алихан Лепшоков. Нужно создавать все условия, чтобы молодежь Карачаева-Черкесии работала. В ходе совещания представителей Управления Центра занятости населения республики с министром по делам молодежи региона Ибрагимом Татаркуловым прошло обсуждение комплекса мер поддержки оказания по трудоустройству молодого поколения. По словам Ибрагима Татаркулова, такое тесное взаимодействие позволит создать все необходимые условия для реализации профессиональной деятельности молодежи региона. Следует обратить внимание на то, что итогом данного совещания является проект документа «Комплекс мер по оказанию содействия в трудоустройстве и успешной самореализации молодежи Карачаева-Черкесии». И здесь следует обратить важное внимание на то, что тот проект, который будет разработан, он несет комплексную составляющую с точки зрения реализуемых и планируемых к реализации мер в 2022 году на территории Карачаева-Черкесии. Помимо этого будут организованы образовательные мероприятия, что позволят повысить уровень компетенции молодых людей. Также в 2022 году будет реализован проект главы Карачаева-Черкесии «Кадровый резерв». Сегодня данная программа успешно работает и получила высокую оценку. Помимо этого будет организовано и проведено ряд образовательных мероприятий, направленных на повышение уровня компетенции в тех или иных сферах. Здесь речь идет о soft skills, мягких навыках, которые в настоящее время имеют важное значение с точки зрения повышения уровня конкурентоспособности соискателей, с точки зрения их успешного трудоустройства и дальнейшей самореализации, с точки зрения карьерного роста, профессиональной деятельности. Помимо этого будет сформирована площадка для организации и проведения профориентационных мероприятий. Министр по делам молодежи Карачаева-Черкесии Брагим Татаркулов подчеркнул важность проведения профориентационной работы, которая необходима при выборе профессии. Для этого будут созданы специальные площадки совместно с Центром занятости населения республики. По поручению главы Карачаева-Черкесии Рашиде Бориспиевича Темрезова совместно с Управлением занятости государственной службы населения, Министерством по делам молодежи Карачаева-Черкесии ведется работа по формированию комплексной платформы, комплекса мер, основной задачей которого будет правильная профориентация молодежи Карачаева-Черкесии. И здесь следует уделить отдельное внимание, что будет плотное сотрудничество как раз с Центром занятости населения, со школами, с колледжами в том числе. Все эти мероприятия позволят уже со школьницками сформировать все необходимые навыки для овладения той или иной профессией и стать конкурентоспособным на рынке труда. Алина Халебшоков, Расул Бердиев, Вести, Карачаева, Черкесия. Новый детский сад Ясли Марамес заработал в ауле Эльбурган Абазинского района. Он введен в эксплуатацию для малышей в возрасте от полутора лет. Вместимость дошкольного учреждения составляет 80 мест. Альбина Ламкова продолжит тему. Современный детский сад Ясли Марамес построен в рамках реализации национального проекта «Демография» в части содействия занятости женщин, доступность дошкольного образования детей. Его площадь составляет 1200 квадратных метров. В нем предусмотрены прогулочные зоны и площадки для игр и отдыха. Музыкальный зал просторный. В нем проводят занятия по физической культуре и разучивают песенки. Знакомство с учреждением оказалось увлекательным. Здесь не просто чисто, но и уютно. Детский сад, в который хочется войти и остаться, или хотя бы провести целый день. В нем расположены четыре группы с комфортными, игровыми и уютными спальнями. Общение с малышами приносит удовольствие. У них эмоции неподдельные. Дети любят то, что им интересно. Рады гостям и с большим удовольствием рассказывают о новом детском саде. Для каждой возрастной категории разработана своя развивающая программа. Мы там кушаем, мы иногда так уходим в зал танцевать и говорить что-то. В музыкальном зале. Игруски, столики, стульки. Тут мне все нравится. Садик очень просторный, светлый. Здесь комфортная мебель. Очень много игрушек. И наши детишки с удовольствием ходят сюда. Конечно, это долгожданное событие. Администрация района много усилий приложила для того, чтобы это событие состоялось. По словам заведующей, все педагогические работники – творческие люди. Каждый вовремя проходит аттестацию. И самым главным условием работы персонала является любовь к детям. И желание подарить им радость, знание и частичку души. В новом здании у всех позитивный настрой. Конечно, первый взгляд деток не сравним ни с чем. Вот эти веселые глаза, священия, которые загорелись и до сих пор горят, наверное, ни с чем не сравнить. Здесь здание большое, уютное, светлое. А по такому зданию мечтали и коллективы, и детки давным-давно. Еду детям готовят в новом пищеблоке. Используют современное технологическое оборудование. Малышей балуют либо рыбными блюдами, либо мясными. Летом, естественно, будет больше свежих овощей. Альбина Ламкова, Альбина Тимирова, Ислам Урумов. Вести, Корчаева, Черкесия, Абазинский район. Имя Ислама Хубиева известно не только как политика и общественного деятеля Карачаевой Черкесии, но и как писателя. Из-под его пера вышли произведения, пользующиеся большой популярностью среди читателей. Такие как «Кадар», «Умут», «Джамагат» и «Книга. Три рассказа». О творческом пути члена Союза писателей России Шерифат Лепшокова. Современное состояние общества на Кавказе и его связь с прошлым. Как, перенимая все лучшее и прогрессивное, сохранять свою идентичность, а главное, что будет способствовать этому? Непростые вопросы задает себе Ислам Хубиев. Заместитель министра по делам национальности, массовым коммуникациям и печати много лет занимается политической и общественной деятельностью. Организовывает масштабные мероприятия и акции, призванные сохранить родную язык и культуру. Член Союза писателей России, лауреат множества наград, в том числе императорской звезды наследия. Дипломант номера инисейского литератора, свою первоочередную задачу Ислам Хубиев как писатель и отец двоих детей, юноша Аслана и шестиклассница Айши, видит воспитание подрастающего поколения в кавказских традициях, умение ценить наследие прошлого. Об этом его последняя книга «Три рассказа». От лица подростков 90-х писатель рассказывает об их мироощущении. Период развала СССР им выбран не случайно. Это время становления и самого автора. Рассказы, которых на самом деле четыре, основаны на реальных событиях. Это в первую очередь пережитый опыт самого автора. Это был очень серьезный, сложный период. И психологический, и экономический. Во всех, как говорится, направлениях это был тяжелый период. Во всяком случае, мы являемся участниками этого периода. И как я воспринял, как восприняли мои сверстники тот период. И вот описание где-то, наверное, вот в этих рассказах, которые вошли в мою четвертую книгу, три рассказа, идет примерно привязка к тому периоду. Мне так показалось, что много об этом говорится. Говорится о том, что были сложные 90-е годы, были проблемы во всех направлениях, во всех сферах. Но вот именно взгляд подростка, он ведь особенный взгляд. Герой первого рассказа «Зеленое море» – 12-летний городской мальчик. Он впервые отправляется с отцом в горы на Синокос. Слушает неспешные разговоры взрослых, знакомится с неприхотливым бытом. И в этой размеренности, простой горской жизни, он, ребенок 90-х, уже столкнувшийся с разрухой, чувствует свои корни, которые не дадут ему свернуть с правильного пути. Те традиции, культура, воспитание, которые были присущи для общей массы населения, они немного начали видоизменяться. Но, на мой взгляд, есть вечные ценности, не буду говорить пафосные слова, это и любовь к родине, и верность своему слову, это и человечность, всеобъемлющее такое понятие. Вот эти вещи – это константы, оно не меняется. А тем более, тем более вот у горских народов, это вот просто уже, как говорится, заложено генетически. И это все не менялось. Кстати, это нас и спасло, и помогло, чтобы мы не трансформировались и не стали теми, которые в одночасье поменяли все ценное на что-то более временное. В рассказе «Ледяной корабль» читатель окунается в атмосферу 90-х. С его разрухой, экономическими, культурными проблемами. Дети, как самые незащищенные, в полной мере испытали на себе все трудности того времени. Вослесловие о силе нравственных ценностей говорит Ислам Хубиев и в своем рассказе «Обещание». По мнению автора, испытания мальчика сродни народному телу в чужой для него среде, которая выталкивает его. Подросток, рушив в атмосфере традиционных кавказских ценностей, делает свой выбор, и это нравственный выбор. А в рассказе «Охота натура» юный герой впервые ходит по опасным горным тропам. Став свидетелем убийства животного, он принимает собственное решение. Если ребенок захотел поохотиться или подняться в горы, для него это уже путеводитель. Читая эту книгу, он будет понимать, с чем он может столкнуться. Ведь этот ребенок тоже впервые попал в такие условия. То, что он, допустим, ночует в кошаре, для него это испытание на самом деле. Он, во-первых, ночью не поспал, во-вторых, он привык с блюдечкой есть. Здесь условия питания другие. Он не совсем, как говорится, для него понятные вещи потребляет в пищу. Потом он выходит, потом он идет долго в таких условиях. А зачем его надо убивать вообще? Это уже другой момент. Это же одно на другое. Это уже кульминация, когда он уже прочувствовал, что не нужно убивать. Зачем убивать в то время, когда можно пойти на прилавке, купить там то же мясо. А я не выбираю сторону. Я описываю реальный факт. И, естественно, как говорится, писатель не может на чью-то сторону переходить. Первая публикация «Ислама Хубьева» была в 2006 году. Ее он посвятил деятельности Карачаевской общественной организации «Джамахат». Статья стала предтечей будущей книги. «Я посчитал, что нужно исследовать этот период», — говорит автор. «Как юрист истонрепрессированного я хотел поспорить и с некоторыми санкциями в отношении народа, и узнать, насколько реализован закон о реабилитации». Поначалу готовился писать диссертацию, но найти руководителя было сложно. Уж слишком была неудобная тема. Так собранный материал вылился в книгу. С первой страницы она не оставляет читателя равнодушным. В каждой своей строчке автор опирается на реальные факты. В книге передана атмосфера того тревожного времени, когда отчаяние сменялось надеждой. Народ объявлен врагом народа и по возвращении с депортации не восстановлены в своих правах, жаждав добиться столь трудной правды. В книге «Джамахат» Ислам Кубьев детально касается этих событий. Отмечает подвижнический труд руководителя организации. С некоторыми из них он встречался и сам. Изучал бесценные архивы. Писатель убежден. Появление «Джамахат» стало ответной реакцией общества. Слишком много вопросов тогда накопилось у людей. Недавно мне попалась фотография, когда на въезде Карачаевска состоялся этот 30-тысячный митинг. Первые ряды. Я просмотрел лица. Вы знаете, чувствовалась действительно искренность каждого из них, сидящих на этом митинге. Люди, у них такая была жажда к справедливости, и они не боялись. Они отчаянно шли на такой серьезный шаг, чтобы вынести обвинение тогдашнему руководству. Обвинить его в тех действиях, которые были по отношению к их народу. Это действительно люди, героические люди. Каждый из них, который вышел на этот митинг, который организовали этот митинг. Это серьезное событие было. Вы представляете, да? За то, что только подумать, уже люди попадали за решетку. Они лишались партийных билетов, наказывали. На каторги отправляли из-за того, что там они смели сказать что-то справедливое по отношению к своему народу. Это расценивалось вообще как предательство, как преступное деяние. Но я считаю, что в народе остаются такие люди, которые за народ. Такими были Озрет Урусов, Абдул Кубанов и многие другие, которые открыто заявили об умалчиваемых проблемах. До 90-х годов, по большому счету, в той или иной степени репрессии продолжались. Благодаря усилиям Джамагад были открыты мемориалы, али с именами героев карачаевцев, девять из которых получили высокие звания после ходатайства членов движения. Филиал Ставропольского политехнического института стал самостоятельным вузом. А высшее учебное заведение в Карачаевске было преобразовано в классическое. Люди получили частичную компенсацию за понесенный ущерб во время репрессий. Тему депортации писатель раскрыл и в своей книге «Кадар. Судьба». Она особенная. В ней отдана дань памяти отцу Хазыру Узеировичу Хубиеву, а в его лице и всем карачаевцам, подвергшимся репрессиям. Немногословный Горец только ближе к концу жизни рассказал всю тяжелую правду о том времени, как 11-летним мальчиком остался сиротой на чужбине. Отец погиб на фронте, мать не вынесла горе и болезни. Самый старший из четырех детей, маленький Хазыр взвалил на себя совсем не детский груз и достойно пронес его через те годы депортации. А стал он взрослым в один миг, в день смерти матери, который сам же похоронил, вместе с безногим старым казахом, который ползком помог ему дотащить тело до кладбища по мерзлой земле. Это уже не мало, потому что были семьи, которых некому было хоронить. Испев горькую чашу лишений, Хазыр Хубиев не терял стойкости духа. Работал день и ночь, поставил на ноги своих младших сестер и брата. И всегда помнил, кто он и откуда. Так вместе со своей супругой Зюльфрус воспитывал он и своих детей. От подвиги старшего поколения Ислам Хубиев говорит о своей книге «Умут», вышедшей на карачаевском языке. Все, кто испытал это горе, у каждого в голове была своя надежда на возвращение того, что было. У нас же отправная точка какая? Нам хорошо, тепло, стало холодно, а хоть бы стало теплее, или мы сыты, голод пришел, а вот наестся. Отправная точка, когда было нам комфортно. Вот «Умут» — это надежда к возвращению того комфортного состояния, в котором мы были. Никто ж не предвещалось. Все готовились к зиме, готовили продукты, жили. Понятно, что в стране, по всей стране шла, по всему миру вторая Великая Отечественная война шла. Не вторая, а Великая Отечественная война. И понятно, с этими вызовами они уже смирились. Был уже какой-то промежуток, ждали победу. Другой был умут, что наконец совершится победа, все это завершится. Но жили своей обыденной жизнью. Все, враги пришли, здесь их прогнали, все вроде спокойно. Но здесь появляется новая проблема, их берут и выселяют. Вот когда их выселили, у каждого в голове сидела надежда на возвращение на свои места и возвращение к себе на родину. В своих книгах Ислам Хубиев не боится поднимать острые вопросы. Правдиво в каждой своей строчке он пишет о том, что тревожит сейчас людей. Историческое прошлое у него всегда связано с настоящим. Раскрывает писатель и проблемы нравственного выбора, которые порой стоят перед каждым из нас. Проза карачаевских авторов сегодня открывает свою новую страницу, в которую вписано и имя Ислама Хубиева. В Черкесске на площадке Международного колледжа «Полиглот» прошел круглый стол по теме семейные ценности народов Карачаева и Черкесии как основы благополучия региона. Участники встречи, эксперты из числа представителей духовенства, правоохранительных структур, сферы образования и общественных организаций обсудили вопросы популяризации Института семьи. Инициировало обсуждение Общественная палата республики. Ахмат Халкевич подробнее. Главная задача круглого стола – выработать стратегию по популяризации традиционных семейных ценностей. Ведь традиции, культура и обычаи любого народа – это тот фундамент, на котором и стоит самоидентичность любого этноса и основа для дальнейшего его развития. Не зная этих вещей, мы будем развиваться по чужим законам. А зачем нам чужие законы, когда у нас есть свои традиции и обычаи, которые нужно беречь, сохранять и приумножать? Только одной работы по популяризации традиционных семейных ценностей будет недостаточно. Необходимо выработать конкретные механизмы по повышению роли Института семьи, отметили участники встречи. Современный мир быстро меняется, вместе с ним меняется и культура молодежи. Но неприходящие ценности были во все времена. Они хотят по-другому, но подсказать им, как уйти по другому пути, но сохранив вот это все, и мы пока не можем, потому что для нас многие вещи непонятные. И мы их не воспринимаем. Мы все еще надеемся, что старый мир сохранится. Люди уже в космос летают туристами, а мы все еще надеемся. Ну, уже так, как было, не будет. Будет как-то по-новому. Но если бы можно было сохранить то, что мы хотим, и добавить это их креативности, это было бы чудно, конечно. Площадку образовательного учреждения для проведения круглого стола выбрали не случайно. Ведь сегодняшние молодежи за студенческой скамьей уже завтра создавать семьи и воспитывать своих детей. У многих как раз таки не устраивают традиции именно свадьбе, именно свадебных церемониях, потому что для многих сейчас это считается не очень правильным, потому что считают, что технологический прогресс растет, и мир развивается, и таких традиций уже не должно быть. Многие возмущаются по этому поводу. То есть есть в молодежных среде моменты, которые не устраивают молодежь? Да, достаточно их много, я даже не перечислю сейчас все. В последнее время наблюдается рост разводов, а с другой стороны идет снижение числа зарегистрированных браков. В немалой степени это результат влияния западной культуры, отметили участники круглого стола. Ахмар Халкесчев, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия. Это вся информация, подготовленная нашими корреспондентами к итоговой программе событий недели. Я благодарю вас за внимание, и пусть в ваши дома приходят только добрые вести. Будьте с нами, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Существует множество способов сделать предложение. Не жди идеальный момент. Бери момент и делай его идеальным. 585 золотой. Тысячи причин услышать. Да. Актовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте приданное для невест. Постельные принадлежности, одежда, дивантеки, полотенца и многое другое. Приглашаем розничные магазины для сотрудничества. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. Действуют новогодние скидки. При покупке до 100 тысяч рублей 10%, более 100 тысяч 15. Наличные и безналичные расчеты, а также кредит. Черкесск, улица Октябрьская, 321-Б. Телефон 8-938-030-3050. Инстаграм «Жасмин Элит Текстиль 09». Имущественные налоги устанавливаются региональными и местными органами власти. И поэтому размеры ставок и льготы зависят от местонахождения имущества. Вы можете получить подробную информацию о них по каждому муниципальному образованию на сайте налог.ру. В специальном сервисе справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам. Для этого выберите вид налога – транспортные, земельные налоги или налоги на имущество организаций или физических лиц. Укажите налоговый период и муниципальное образование. Система выдаст информацию о законах субъекта Российской Федерации и нормативных правовых актах органов местного самоуправления, которые устанавливают налог на соответствующие территории. В соответствующих документах содержится подробная информация о всех элементах налогообложения – ставках, сроках уплаты налога, местных и федеральных льготах и документах, которые необходимо представить для подтверждения льгот. Обратите внимание, что федеральные льготы применяются на всей территории Российской Федерации и не могут быть отменены решениями региональных и местных властей. При помощи этого сервиса вы можете самостоятельно и быстро узнать информацию по имущественным налогам в любом месте нашей страны. Пользуйтесь! Желаем успехов!